Добрый день! Дорогие горожане и гости столицы! В городе Бишкек остается повышенным риск заражения коронавирусом, в связи с чем сохраняется карантин и чрезвычайная ситуация. На 12 июня в городе Бишкек количество лабораторно подтвержденных случаев коронавируса составило 610 человек или 29% от всех случаев по стране. Из них 85 завозных и 525 местные случаи. Из 610 зараженных 482 человека проживают по городским адресам и 128 человек иногородние. Выздоровело и выписано 367 человек, это составляет 60% от зараженных по городу. 370 контактных лиц и близкого окружения остаются под медицинским наблюдением. Умерло 5 человек. Статистика показывает, что из 610 человек 335 составляют женщины, 275 мужчины. По возрастным категориям преобладают горожане от 30 до 60 лет 292, от 18 до 30 лет 183, от 1 года до 1872, от 60 и старше 63 человека. Из всех заразившихся 610 случаев в столице 130 человек составляют медработники, это 22% и сотрудники МВД 7,3%. Проводимые эпидемиологические расследования указывают на факты самолечения граждан в домашних условиях, что приводит к росту числа зараженных и их контактных лиц. Из всех заразившихся случаев 63 составляют самообращение, по 34 не установлена причина заражения. И ЦГСН города Бишкек ведет эпидемиологические расследования. Мы усилили работу по определению источника заражения. При подворовом обходе разъясняем важность маршрутов передвижения по городу. Отдельные граждане с положительным результатом на COVID связывают свои причины заражения с посещением общественных мест. Это рынков, торговых центров, общественного транспорта, в частности микроавтобусов. В связи с чем отмечаем важность оформления маршрутных листов передвижения по городу. Фиксируйте свой маршрут, чтобы помнить все места, где вы бываете. На 12 июня в стационарах города на лечении остаются 243 человека. Из них 146 городских граждан. Состояние здоровья у одного городского жителя остается тяжелым. Со средне-тяжелым состоянием здоровья проходит лечение 48 человек. С легким течением болезни 5 человек. И у 64 человек наблюдается бессимптомное течение болезни. 162 человека с положительным COVID-19 являются жителями 25 жилых массивов. В центральной части города наблюдается число инфицированных граждан. Проживают в 12 микрорайоне 15 человек. Микрорайон Джал – 15. Микрорайон Аламидин-1 – 5. По улице Фучика – 6. Наши мобильные бригады работают и осуществляют выезды в 179 очагов инфицирования. Так, бригадами было охвачено 699 дворов, домов и осмотрено и проведено тестирование у 1448 человек. Кроме этого, в целях раннего выявления инфицированных среди населения организована работа подворового обхода путем опроса. Всего медицинскими работниками опрошено 129 жителей в 29 жилых массивах. Напоминаем руководителям предприятий и организаций, независимо от форм собственности, осуществляющих деятельность в условиях карантина и чрезвычайной ситуации, строго соблюдать санитарные правила и требования, утвержденные постановлением правительства. В Бишкеке до сих пор приостановлено проведение спортивных, зрелищных, праздничных, юбилейных и других массовых мероприятий. При этом, к сожалению, опасность ковида осознают далеко не все руководители. Так, как вам всем известно, что представителями санитарно-экологической инспекции наложен штраф на ресторан «Кайнар» за проведение массового мероприятия. Дорогие горожане и гости столицы, имейте в виду, что любые контакты, встречи, выход на улицу, в магазины, рынки, торговые центры и другие общественные места по-прежнему предоставляют угрозу заражения коронавирусом. Пожалуйста, соблюдайте санитарные нормы и правила, социальную дистанцию, масочный режим. Не занимайтесь самолечением. Не назначайте себе лекарства. При угрозе здоровья звоните на горячую линию 118. При соблюдении санитарных норм и правил звоните в колл-центр мэрии города Бишкек по номерам 1840-1850. Данный колл-центр работает круглосуточно. Продолжение следует...